Причина язвы желудка не в том, что вы едите, а в том, что ест вас. Я посмотрела на доктора. — Филипп Андреевич, у меня ничего не болит. Эскулап нежно погладил рукой тетрадь в мягкой желтой обложке. — Душа моя, начнем заново. Какое сегодня число? Я напрягла память и поняла, что ничего не помню. Взгляд упал на открытое окно, за которым буйно цвела сирень. — Май! — обрадовалась я. — Июнь. Но почти угадали, — похвалил меня Филипп Андреевич. Увидели сирень и сообразили. — Доктор Маслов, подойдите на ресепшн, — раздался откуда-то приятный женский голос. Доктор встал. — Танечка, можете посидеть пару минут в одиночестве? — Конечно, — улыбнулась я. — Не испугаетесь? У меня тут скелет стоит. — Он не настоящий, — засмеялась я. — А многие боятся, — усмехнулся врач и покинул кабинет. — И зачем ему держать в кабинете то, что нервирует больных? Долго раздумывать над этим вопросом я не стала, огляделась по сторонам и взяла со стола тетрадку. На ней было написано «История болезни Сергеевой Татьяны». История болезни? До сих пор я считала себя абсолютно здоровой. Я поежилась и открыла тетрадь. Состояние после двухнедельной комы. По моей спине пробежал озноб. Документ был заполнен от руки, но, вопреки всем анекдотам про почерк врачей, я легко разобрала каждое слово. Похоже, Филипп Андреевич увлекался каллиграфией. Буквы он писал так, что любой японец мог бы прийти в восторг от красоты их начертания. Понимая, что Маслов вот-вот вернется, я быстро посмотрела историю болезни. И вскоре мне стало плохо. Закружилась голова, к горлу подступила тошнота. Стало ясно, как я оказалась в кабинете Маслова. В конце мая я ехала в машине своего любовника Леонида Ильича Коровина. Тот не справился с управлением и врезался в дерево. Леонид погиб на месте. Удивительно, но я, сидя около водителя, не получила ни одной царапины, зато потеряла сознание и не приходила в себя четырнадцать дней. И что самое удивительное, в медцентр меня поместила свекровь, мать моего мужа. Я занят с пациенткой, долетел из коридора голос Маслова. Освобожусь и поговорим. Я закрыла свою историю болезни и вернула ее на место. Через секунду в комнате возник Филипп Андреевич. Простите, Танечка, давайте вернемся к нашей беседе. На чем мы остановились? Я попыталась собраться с мыслями. Что говорил Маслов перед уходом? Почему он ушел? Вроде его куда-то позвали. Танюша, нежно произнес хозяин кабинета. Сконцентрируйтесь. Попытайтесь душа моя сообразить. Ну? Не получается, пробормотала я. Вы говорили про мясо? Вроде... Ерунда, душенька. Мы справимся, успокоила меня врач. Причина язвы желудка не в том, что едите вы, а в том, что ест вас. Вот главное, что многие забыли. У меня ничего не болит, вякнула я. В анамнезе у вас есть язва, уточнил доктор. Ранее считалось, что сия неприятная болезнь, способная даже привести к смерти, вызывается исключительно неправильным питанием. В зоне риска были любители острого, жирного, соленого, копченого. Потом выяснилось, что недуг вызывает бактерия. — Хеликобактер пилори! — неожиданно осенило меня. Маслов зааплодировал. — Верно! Ну и ну! Только что вы уверяли, будто начисто все забыли. — Я помню свое имя, — ответила я. — Откуда знаю про возбудитель язвы желудка для самой загадка? — смутилась я. Язык помимо воли это произнес. — О! Вот еще что выплыло из тьмы. Врачи считают, что большое значение имеет моральное состояние пациента. Если он нервничает, злится, ест себя, то труднее вылечивается. — Ай, молодец! — обрадовался Маслов. — Не зная я, что вы учительница русского языка и литературы, подумал бы, что вы доктор. — Отлично материал изложили. — Откуда столь обширное познание? — Я пожала плечами. — Понятия не имею. Словно кто-то подсказал. Филипп Андреевич потер руки. — Прекрасно! — Давайте выясним, что еще вам этот кто-то мог нашептать. Что вы можете о себе сообщить? — Меня зовут Таня Сергеева, — ответила я. — Работаю в школе. — Браво! — восхитился Маслов. — Сами только что назвали мою профессию, — вздохнула я. — Сколько вам лет? — промычала я. — Ну, раз я педагог, значит, окончила вуз. — Мне точно за двадцать. — Гениально! — восхитился Эскулап. — Поточнее получится? — Навряд ли, — призналась я. — Так, попробуем с другой стороны. — Имя Этти. Вам знакомо? Я уставилась в окно. — Этти? — Мать Миши, — подсказал врач. — Ваша свекровь. Меня словно стукнули по голове медным тазом. В голове взорвалась граната. На секунду свет померк. Затем перед глазами запрыгали разноцветные огоньки. Меня затошнило. Комната завертелась. Потолок поменялся с полом. — Этти! — закричала я. — Ну, конечно! Этти! Со свекровью мне повезло феерически. В свое время бабы в учительской рассказывали про такое. Кровь сворачивалась в жилах, а по спине тек холодный пот от услышанного. Бесконечные упреки матерей мужей типа «Вижу, что сын сильно ошибся в выборе жены». Поджатые губы, кислые мины. Как назло, мужья обожали своих мамаш и каждый раз заявляли супругам «Не смей спорить с мамой, у нее разболится голова». У всех свекрови и моих коллег были слабое здоровье, ранимая нервная система и ядовитые зубы, которые они пускали в ход только когда оставались с невесткой наедине. Этти оказалась другой. Начнем с того, что я не знаю, сколько ей лет. Своего сына она родила неизвестно от кого. Вернее, свекровь, естественно, знает имя отца Миши. Какое-то время она состояла с ним в браке, но распространяться о бывшем супруге не любила. «Мы с Ильей прожили всего ничего», — как-то в минуту откровенности призналась она. «А когда он сбежал от меня и крохотного Мишки и не оставил ни копейки денег, я вдруг поняла, что совсем не знала своего супруга. Поэтому теперь говорю, мой сын родился неизвестно от кого, то есть от неизвестного». Когда я в первый раз увидела свекровь, то приняла ее за сестру жениха. На кухне стояла тоненькая хрупкая девочка с копной каштановых кудрей. «Это Этти», — улыбнулся Миша и, видя мое недоумение, добавил. «Моя мама, твоя будущая свекровь». «Здрасте», — растерянно брякнула я, весьма удивленная тем, что Михаил представил мать по имени, без отчества и всяких церемоний. «Привет», — весело ответила Этти. «Топай к столу. Ты чай с чем любишь? С лимоном или с вареньем?» С первой минуты Этти стала вести себя так, словно мы были одногодками. Спустя несколько месяцев мне стало казаться, что Этти чуть больше двадцати. Она не занудничала, не поучала меня, не совала нос в кастрюле, не поджимала губы при виде плохо выглаженной рубашки Миши, наоборот спрашивала. «Не надоело утюгом махать?» «Да брось, и так сойдет. И вообще, пусть он сам гладит. Мужиков баловать нельзя». Свекровь частенько подсовывала мне в карман денежки, приговаривая. «Мишке не говори, это наше с тобой дело. Знаю, знаю. Небось новую помаду купить мечтаешь». Родная мать не заботилась обо мне так, как Этти. Она вечно дарила какие-то милые пустячки. А, приходя в гости, всегда приносила шоколадные конфеты. Этти — единственный человек, перед которым я не стеснялась раздеться. Меня смущал даже Миша. Я всегда старалась нырнуть первый под одеяло, пока муж принимал душ. А с Этти я спокойно хожу в баню. Свекровь работает переводчицей, знает в совершенстве три языка, легко переходит в разговоре с немецкого на французский, а если надо — на английский. Миша же не получил высшего образования, ему не достались материнские мозги. Отец Этти был известным ученым, а мать — поэтессой. В ее случае природа отдохнула не на детях, а на внуках. Миша был... Я замерла. Миша был... Почему я говорю о муже в прошедшем времени? Миша был замечательным, добрым, ласковым человеком. Он много читал, но у него не было способностей к систематическим занятиям. Большинство родителей, увидев в дневнике у чада сплошные двойки, примутся наказывать ребенка, топать ногами и орать. Вспомни из какой ты семьи, не смей позорить память о дедушке и бабушке, немедленно берись за ум, ты должен поступить в институт. Девяносто девять из ста матерей поведут себя именно так. Но Этти оказалась сотой. Она спокойно спросила у Миши, — Ты хочешь поступить в вуз? — Нет, — испугался он. — Лучше в техникум. Мне автодело нравится. И Этти отвела сына, куда он хотел. Муж говорил, что его никогда не ругали, не ставили в угол, не читали ему нудных нотаций. Если честно, я завидовала супругу. Мое детство было другим. Мне не позволялось иметь собственного мнения. Родители сами выбрали будущую профессию для дочери. Мне велели идти в педвуз. Представляю, какую истерику могла закатить мать, услыша она от меня фразу вроде «Хочу стать портнихой» или «Мечтаю учиться на парикмахера». Да она бы сначала грохнулась в обморок, ну а потом начала бы вопить. Интеллигентная девочка обязана иметь диплом о высшем образовании, вспомни о родителях, дедушке ученым, бабушке... Впрочем, нет. Анна Семеновна не тот человек, которого можно поставить в пример. Она всю жизнь варила суп, пекла пироги, жарила котлеты. На взгляд моих родителей, мать отца не достигла никакого успеха. Родители презирали скромную старушку, что, впрочем, отнюдь не мешало им лакомиться вкусными борщами, лопать великолепные пирожки и надевать чистые, старательно отглаженные вещи. Бабушка считалась в нашей семье домработницей. Ее охотно ругали за ошибки и никогда не хвалили. Отец звал ее коротко — мать. А моя мама величала свекровь Анна Семеновна. Ни разу на моей памяти она не обняла и не поцеловала ее, всегда говорила с ней холодно-вежливым тоном. Да живи, мать, до моего замужества, восторга, приведи зятя, она бы не испытала. Миша-то лапоть, без диплома о высшем образовании, его место у туалета. Вот эти — другая. Много вы найдете свекрови, которые, похоронив сына, окружат невестку вдову любовью. Эти после смерти Миши поддерживает меня. Если честно, то сейчас я просто живу за ее счет. Конечно, пытаюсь быть ей благодарной, но что я могу? Убрать квартиру, помыть окна. И это все. Правда, я стараюсь изо всех сил, взвалила на свои плечи тяжелую физическую работу, таскаю эти картошку, драю унитазы в ванну. Мне очень хочется отплатить ей за добро, но это такая малость по сравнению с теми моральными и материальными подарками, которые я получаю от свекрови. Я замерла. Слова, которые лились потоком, закончились. — Потрясающе! — ахнул врач. — Люди считают двухнедельную кому ерундой. Не год человек на аппаратах лежал. Ан нет. Даже сутки, которые вы провели в состоянии измененного сознания, могут нанести вам непоправимый урон. Восстановление займет месяц и годы, а вы идете на поправку семимильными шагами прямо бегом. — Что еще вы помните? — Миша, — протянула я. — Мой муж, он ведь умер. А эти... Что-то с ней произошло, не знаю. Так странно. Вдруг в моей голове взорвался фейерверк, и я вижу свекровь. А сейчас снова туман клубится. Что со мной случилось? Как я очутилась в этой клинике? — Все хорошо, дорогая, — заулыбался Маслов. — Вам надо отдохнуть. — Я хочу знать правду, — возразила я. Маслов склонил голову к плечу. — Не думаю, что сейчас вам нужен шоковый удар. — Все так плохо? — испугалась я. — Тем более расскажите, а то я с ума сойду от пустоты в голове. — Хорошо. После короткой паузы согласился хозяин кабинета и заговорил. Чем дольше я слушала доктора, тем хуже себя чувствовала. Оказывается, я ушла с работы, потому что мне надоело сеять зерна разумного, доброго, вечного в мозгах глупых детей, которые совершенно не желали читать ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Гоголя. Да еще у меня сложились конфликтные отношения с коллегами, которые все были намного меня старше. Последний год я провела дома, где тихо дурела от безделья. О домашних делах я никогда не беспокоилась. Пылесосил квартиру, гладил белье, ходил за продуктами. Мой муж готовила свекровь. Эти привозила нам сутки с вкусной едой и загружала их в холодильник. Чем занималась я? Ела то, что было в холодильнике, смотрела шоу по телевизору, спала, и в результате здорово растолстела. А еще я стала закатывать скандалы Миши, обижаться, что он занят работой, а не мной. В конце концов, свекровь не выдержала и силой вытолкнула меня на работу. Рассказывая Маслову о том, что происходило в ее семье, Эти объяснила. Мне нетрудно содержать двух человек. Танюша не очень много получала, сами знаете, какие у учителей зарплаты. Кошка и то больше нарыдает. И Миша не принадлежал к специалистам, которые миллионы получают. Я им всегда подбрасывала деньжат, вкусные продукты, всякие милые мелочи. Но Таня должна была выйти на службу. Я понимала, что сидя дома, невестка заболеет, получит от непомерного потребления сладкого диабет второго типа, превратится в кучу, от безделья начнет все сильнее и сильнее пилить мужа. И брак рухнет. Не из вредности или корысти я спихнула невестку с дивана. Ради блага их семьи старалась. И вот что получилось. Маслов прервал рассказ и стал наливать в стакан воду из бутылки. Что получилось? Переспросила я. Филипп Андреевич сделал глубокий вдох и продолжил. Свекровь нашла мне место в фирме Леонида Ильича Коровина, своего знакомого. Меня посадили в маленькой комнате, вменили в обязанность проверять на грамотность тексты, которые сочиняли сотрудники отдела рекламы и пиара. Креативность у молодежи била через край, а вот грамотность хромала на все ноги и в придачу болела эпилепсией. Но я недолго занималась нудным делом. Через неделю после устройства на работу я, выпив в буфете кофе, пошла к лифту и столкнулась в коридоре с пожилым, но вполне бодрым мужчиной. Тот стал задавать новой сотруднице разные вопросы. Я хорошо воспитана, не глупа и не поинтересовалась, с кем говорю, просто вежливо ему ответила. На следующий день меня вызвали в отдел кадров и огорошили назначением личным помощником владельца предприятия. Любопытным незнакомцем оказался сам Леонид Коровин.